Говорить будем исключительно о любви, а читать всяческую разнообразную виселуху. Начну я с глубоко автобиографического стихотворения, которое называется с испанского, да там же, собственно, и написано. Дон Алонсо, тот, что вырос на брягах Валдаквивира, современников задумал превзойти в познании мира. Лучшим способом познания счел он дальней дороги, чтобы эти впечатления описать в высоком слоге. Десять лет по окончании католического вуза он блуждал неутомимо по полям Евросоюза, по Анголе и Андоре, по Канаде и Панаме, по родной Гудалахаре и чужой Одессе маме, слушал ропот не агара и акустику ласкала, потому что, слава Богу, состояние позволяло. На мечети и соборы он взирал благоговейно, не задерживаясь, впрочем, так как формула Эйнштейна, как часы на круглой башне на Бердичевском вокзале, в общий блок пространства-время недвусмысленно связали. Он как раз прочел Эйнштейна и публично подытожил, если больше ты проехал, значит, больше ты и прожил, по сравнению с соседом, окопавшимся в квартире, можно прожитые годы умножать на 3-4. Постепенно всю планету так объехал Дон Алонсо, был он в детстве слаб здоровьем, но откуда что берется, поднимался на высоты, опускался на глубины, и перевалы, перепады, чуть его не погубили, был газетным репортером, а отчасти и поэтом, но особых озарений он не чувствовал при этом, ведь от холода трепещешь и от жара пасть оскалишь, по долинам и по взгорему все равно себя таскаешь. Сочинял он что-то вроде «Та-та-ти-та, та-та-та-та», что ни образ, то заемный, что ни слово, то цитата. Постепенно всю планету посетил испанский гений, даже, кажется, в России, пробыл несколько мгновений. Поглядев на тихие граждан этой сумрачной России, о ненужности движения он задумался впервые. Вот она лежит большая, от урюка до обрека, неизменная, по сути, с XVIII века, неподвижно отдается однотипному герою, собирается порою, распекается порою, но не движется при этом ни налево, ни направо и хранит гомеостазис, потому что сверхдержава. У любого региона есть набор своих специфик. У Британии – овсянка, у Италии – пансифик, у Австралии – вомбаты, у Америки – монеты, а Россия – позвоночник, стоновой хребет планеты. Неподвижность – лучший выход, а не способ суицидства. Так подумал Дон Алонсо и решил не суетиться. После долгих приключений добровольного изгнания он признал уединение лучшим способом познания. Впав надолго в неподвижность, он задумался о Боге, начитался кастанедой, наглотался арт-йоге, созерцая в гордом раже с фанатическим упорством не окрестные пейзажи, а единственный пупок свой. Десять лет он углублялся, сам себя подобно свану, десять лет он погружался в неподвижность и нирвану, стал недвижней бегемота, столь стремительней, как дата, и писал при этом что-то «тата-тито», «тата-тата», но он не очень отличался от банального невежия, ибо как не углубляйся, а скитаешься в себе же. Десять лет он углублялся под родным испанским небом, но подъел свои запасы и с утра пошел за хлебом. Там увидел он девчонку в красной юбочке короткой, там он встретился глазами с этой наглой молодкой и увел родной келью, где молился и постился, и к заветному ущелью обстоятельно спустился. С той поры под березвоны барселонского трамвая, по долинам и по взгорьям он скитался, не вставая. Ни на час не поднимаясь с прочной койки обеджавой, он прошел за это время два экватора, пожалуй, два экватора, прошел он вместе с нею, вероятно, не в конкретном направлении, а туда-сюда обратно. Так с девчонкой, неученой, в красной юбочке китании он узнал гораздо больше, чем за десять лет с китами. Только так, в чужие бездны, научившись углубляться, он проник гораздо глубже, чем за годы медитации. Так, катаясь вместе с нею на бессмертной карусели, он познал высокий смысл и достиг высокой цели. Ненадолго, отвлекаясь от веселого разврата, сочинял он, как и раньше, та-та-ти-та, та-та-та. Это было монотонно и звучало очень слабо, ибо если ты бездарен, не спасет тебя и баба. Но серьезное такое он при этом делал дело, что поэзия значения абсолютно не имела. И хоть этого не знают расфуфыренные дуры, есть понятия и занятия поважнее литературы.